В Крокус-Сити волонтеры фонда «Хоспис детям» приехали с изделиями ручной работы для участия в благотворительной ярмарке. А еще в рамках фестиваля «Русский вкус» предполагалось проведение мастер-класса по приготовлению блюд из продуктов, которые предоставляли организаторы этого гастрономического праздника. И с поставленной задачей отлично справилась управляющая и шеф-повар обнинского бара-ресторана «Лофт» Кристина Иваницкая. Подготовить продукты к кулинарному представлению ей помогали все волонтеры, включая и совсем еще юных. В качестве зрелища с последующей дегустацией Кристина предложила бефстроганов и салат «Оливье», рецепт которого оказался гораздо оригинальнее того, что обычно готовят россияне. А со зрителями в ходе мастер-класса активно общалась Марина Шеремет, совсем недавно присоединившаяся к деятельности фонда. Марина комментировала все, что происходило на сцене, превратившейся в кухню, рассказывала о той работе, которую ведет фонд «Хоспис детям» и приглашала всех за пожертвование приобрести изделия обнинских рукодельниц или выступить в качестве модели для художницы-шаржистки Ольги Топорковой. Такой необычный формат сотрудничества волонтеров и кулинаров был предложен организаторами самого крупного в России благотворительного проекта «Душевный базар». «Мы хотим каждому человеку помочь найти тот способ помогать, который ему близок, который ему интересен. И, например, для повара таким способом, может быть, как раз-таки провести мастер-класс, рассказать о фонде, каким-то образом привлечь людей, которые, возможно, о благотворительности ничего не знали, но интересуются, например, кулинарией». Несмотря на то, что благотворительная программа была лишь частью «Русского вкуса», встреча с участниками и гостями фестиваля оказалась очень полезной для фонда «Хоспис детям». «Пригласили благотворительные фонды сюда именно для того, чтобы они подружились, наверное, как-то с людьми, которые производят что-то, продают что-то». В итоге обнинским волонтерам удалось наладить несколько контактов, которые обещают оказаться полезными для подопечных фонда. Причем бродить между участниками фестиваля в поисках сотрудничества не пришлось. Свою помощь фермеры-сельхозпроизводители предлагали сами. И это говорит о том, что желающих не только зарабатывать, но и тратить заработанное на благие дела становится все больше. Главное – помочь им увидеть в благотворительности отличную возможность для самореализации. Для того, чтобы все больше и больше граждан узнавали о том, что, оказывается, благотворительность – это интересно, это здорово. Такой вот ненасильственный формат, что ли, вовлечения в добрые дела. К слову, фонду «Хоспис детям» предстоит участие в пятой ежегодной ярмарке «Душевный базар», которая состоится 14 декабря. И это значит, что у рукодельниц и мастеров Обнинской и Калужской области вновь есть возможность сделать доброе дело, предложив для продажи свои изделия. Вырученные средства, как обычно, пойдут на помощь семьям с тяжело и неизлечимо больными детьми.